Шаманский бубен из Ненинского автономного округа, который стал символом цикумполярной эстафеты, объединившей арктические страны и народы арктических регионов России, сегодня доставлен в Архангельскую область. Директор туристического культурного центра Матвей Чукров торжественно вручил бубен председателю законодательного собрания региона Виктору Новожилову. Церемония вручения бубена прошла в рамках проводимого в Архангельске координационного совета представительных органов муниципальных образований Архангельской области. Мы рады стать очередным регионом России, в который прибыл Ненинский бубен, поблагодарил Матвей Чукрова, председатель Архангельского областного собрания депутатов Виктор Новожилов. Арктика для нас не пустые слова, тем более символично, что бубен вручен нам в стенах Северного Арктического федерального университета. Каждый регион, где побывал бубен, оставляет на нем символическое изображение своего края. Орнаменты делают местные художники и мастера прикладного творчества. Напомним, циркумполярная эстафета по инициативе Ненинского округа стартовала в августе 2014 года в Наринмаре в рамках встречи представителей стран-членов Арктического совета. Цель акции – объединить народы, живущие в Арктике, подчеркнуть уникальность северных территорий. Предполагалось, что Ненинский бубен побывает во всех субарктических регионах Земли и, обогнув земной шар, вернется в Наринмар. Ситуация на рынке морских перевозок улучшается, поэтому до 25% акций Совкомфлота может быть продана в 2016 году. Мы ожидаем в 2016 году приватизацию Совкомфлота. Компания не под санкциями, юридически готова к приватизации. «Надо понимать, что мы находимся в длительном периоде, когда цены будут ниже пиковых периодов. Значит, надо с этим жить, принимать новую реальность», – сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. На первом этапе будет приватизирована до 25% минус одна акция Совкомфлота. Бюджет в 2016 году рассчитывает получить от приватизации 12 миллиардов рублей. Отметим, приватизация Совкомфлота, 100% акций которой находится на балансе Росимущества, готовится уже несколько лет. В прошлые годы ее откладывали из-за негативной ситуации на танкерном рынке. По мнению аналитика Уралсиба Дениса Ворчика, риски есть и сейчас. Они связаны с остороженным отношением к российским акциям в госкомпании, работе с компаниями из санкционного списка и размещением на московской, а не на Нью-Йоркской бирже, традиционной для судоходных компаний. Это ограничит круг инвесторов и снизит цену. Всю компанию можно оценить в 2-2,5 миллиарда долларов, приводит его слова газета «Ведомости». Совкомфлот специализируется на перевозках углеводородов и поддержке работ на месторождениях, в том числе в сложных климатических условиях. Флот компании состоит из танкеров-газовозов, танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, танкеров-продуктовозов, ледокольных судов снабжения, исследовательских судов, балкеров, танкеров, химовозов. Наконец, с сентября 2015 года вход группы включало 143 судна, общим дедвейтом 12,41 миллионов тонн. Возможное внесение изменений в так называемый закон о тишине требует предварительного общественного обсуждения, уверен председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по законодательству и судебно-правовым вопросам Станислав II. Напомним, сейчас региональное законодательство прямо запрещает нарушать покой и тишину в период с 22 часов и до 6 часов утра. Нарушителей этого запрета ждет административная ответственность. Между тем, в областное собрание поступает обращение общественников, которые предлагают увеличить этот промежуток до 7 часов, а в выходные и праздничные дни продлить запрет на шум до 10 утра. Это предложение было рассмотрено в рамках очередного заседания общественного экспертного совета по судебно-правовым вопросам при Архангельском областном собрании депутатов. Однако мнение экспертов относительно целесообразности внесения подобных изменений, расширения тихого часа разделились. Мы понимаем, что этот вопрос актуален, ведь так или иначе, но он касается всех жителей области. С одной стороны, необходимо способствовать созданию благоприятных условий для граждан. С другой, эксперты высказывают сомнения в части возможности применения этих ограничений на практике. Поэтому мы и хотели бы обсудить эти предложения максимально широко, прежде чем законопроект будет вынесен на сессию областного собрания, говорит Станислав Турый. В рамках пятого международного форума «Арктика. Настоящее и будущее» Республика Коми и Беларусь презентовали совместный продукт – вездеход МАС. Главное преимущество такого вездехода низкое удельное давление на грунт. Это позволяет автомобилю проехать по любой дороге и перевозить большие объемы грузов, не прибегая к помощи авиатехники, в том числе в условиях Арктики. При этом вездеход по ряду параметров превосходит известные аналоги за счет более теплого кузова, прочной рамы и приводных механизмов. На данный момент имеются четыре модификации автомобиля с разной колесной формулой и вариантами исполнения кабины. Машина вмещает 12 человек и имеет запас хода в 2000 километров. Пресс-службе правительства Коми заявили, что в данный момент основная сборка происходит в Минске, однако в ближайшее время автомобиль предполагается серийно собирать их в Сыктывкаре. «В настоящее время мы оказываем организационную поддержку проекту для его скорейшей реализации в республике. Понимая, что главное в нашей работе не мешать, если потребуется помощь республике, мы готовы сесть за стол переговоров», – отметил министр экономического развития республики Коми Владимир Бармашов. Основные потребители этой техники – предприятия, добывающие промышленности лесной энергетической отраслей МЧС. Отметим, это не первая разработка для работы различных ведомств в арктических условиях. В 2016 году «Уралвагонзавод» изготовит опытный образец бронетранспортера «Арктика». Необходимо создать отдельную госпрограмму по развитию внутреннего туризма в Арктике. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сейчас правительство утвердило госпрограмму. Там, конечно, об Арктике мало что сказано. «Думаю, что это должна быть отдельная программа», – передает та слова Матвиенко. Она добавила, что уже сейчас в Арктике есть огромный интерес у зарубежных путешественников. Сотни тысяч туристов из США, Канады, Швеции и других государств уже активно посещают северные регионы. И у россиян к такому туризму огромный интерес. Но пока, к сожалению, это очень дорогое удовольствие, не все могут его себе позволить. Также в регионе отсутствует должная туристическая инфраструктура, рассказала сенатор. По ее мнению, тема туризма также должна натие отражение в готовящемся сейчас законе о развитии арктической зоны. Да, безусловно, должны быть какие-то государственные преференции, чтобы привлекать туда людей. Надо думать об отдельной программе, может быть, по развитию внутреннего туризма в Арктике, потому что это уже не экстремальный туризм. Есть огромный интерес к такому виду туризма, подвела итог Валентина Матвиенко. Мурманская область готовится к проведению масштабного молодежного форума «Арктика-2016», который состоится в регионе в конце февраля-в начале марта 2016 года. Грядущий форум станет новым этапом в жизни активных северян. Участниками форума станут молодые ученые, аспиранты, магистранты и студенты, чья сфера творческих и научных интересов связана с развитием Арктики, передает пресс-служба правительства Мурманской области. Форумы – это очень популярная форма общения молодых людей. Она позволяет делиться опытом, сравнивать свои успехи. Ваши силы, энергии и идеи, направленные на решение социальных и гражданских вопросов, могут многое изменить. Мы видим в вашей активности большую силу и поддерживаем ваши инициативы, подчеркнула Марина Ковтун, обращаясь к молодым активистам. «Арктика-2016» даст амбициозным студентам возможность проявить себя в такой уникальной и требующей внимания сфере. Но первостепенной задачей участников является не столько самореализация, сколько открытие потенциала арктического региона. Важное место в предстоящем мероприятии займет нефтегазовая отрасль. Открыт прием заявок на третий фестиваль-конкурс туристических видеопрезентаций об удивительных местах нашей страны «Дива России». Участниками фестиваля могут стать как некоммерческие, так и коммерческие организации, а также физические лица. Видеопрезентации о самых удивительных и необычных местах России можно представить в одной из следующих номинаций. Природные объекты России, историко-археологические объекты России, музеи и религиозные объекты России, объекты отдыха и оздоровления России, легенды, мифы и предания, которые связаны с каким-либо местом в России, туристские маршруты России, объекты приключений и событийного туризма России. Цель конкурса – развитие внутреннего и въездного туризма в России, повышение интереса к путешествиям по нашей стране. Как сообщают организаторы, главными критериями отбора проектов станут их эксклюзивность и нестандартность. При оценке также учитывается необычность мест, интересные истории. При оценке также учитывается необычность мест, интересные истории, природные особенности, красивые легенды и мифы, связанные с представленными в проектах достопримечательностями. Общероссийский финал конкурса «Дива России» пройдет в мае 2016 года. Учредителями Всероссийского туристского знака «Дива России» и организаторами фестиваля конкурса выступает событийный туристский портал «ShipToRust.ru», рекламное информационное агентство «Курорт-Медиа», Межрегиональная туристская ассоциация «Приволжье» при поддержке Федерального агентства по туризму. Отметим, на конкурс «Дива России-2015» было прислано 320 видеопрезентаций из 71 региона нашей страны. Самыми активными стали Московская область, Пермский край, Республика Коми. Представители Приволжского федерального округа прислали 79 заявок, Центрального — 65 заявок, Северо-Западного — 40 заявок. Обладателем гран-при второго фестиваля конкурса туристических видеопрезентаций «Дивы России» стал фестиваль «Зарайский ратный сбор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова